Друзья, представляю вашему вниманию канал Виталия Балакшина о любительской рыбалке. Виталий занимается ловлей как на фидер, так и на поплавочную удочку. Периодически бывают выезды и со спиннингом. Рекомендуем подписаться на его канал, ссылка под видео в описании. Рекомендуем подписаться на канал. Меня зовут Юрий Титерин и этот очередной выпуск волен рыбалкой. Еще вчера я вернулся в прошлой рыбалке, сегодня снова иду. Короче, ночь через ночь получается у меня уже рыбачек. В этом есть одна причина. Завтра 9 мая у нас традиция, весь город ходит на кладбище, помянуть свои близки. Ну и естественно, самое популярное блюдо, которое соберут, это рыбный пирог. У меня был пойман один налим на прошлой рыбалке, но этого мало. Сейчас от меня зависит, что завтра на кладбище мы понесем пирог из налима, либо пирог из минтая. Что не очень хочется. Так что сегодня буду все делать от меня зависящее, чтобы поймать хотя бы одного-двух хвостиков до савтышня, 9 мая. Ну, пусть позднее, наверное, выйдет, так что я из всех поздравляю с праздником, все-таки замечательно. А там пока ходил свалять донки. Пришелся мне еще раньше, дела особых нету, выставлю донки и буду валяться на спальнике, мудреть в горизонт. Донок сегодня я взял в куберное убилище, на нем откопил донку. Гайка, груз, кучок деревьев и нестая потушка. Сразу проехал колокольчик, губенчик, потому что я здесь в удилище вижу шнурка, и провязать часачий зал будет, а так меня вот открыть буду, если что, ну нет, залетал кучик. Тогда я с фидером выпачиваю, я на само удилище никогда не вешаю колокольчик. Вопрос маятниковый, или как можно назвать его джинь, под себя. Вопрос цикл02, подходим по ней? Вопрос… Вопрос. Второй? Вопрос. Смотрите, рыба как крупно окрынет у этого полного стопора в данное Ладно, будем надеяться, что босс труба сегодня плевать и мы не останемся на 9 мая без вкуснейших Было недавно небольшой комментарий, ни одного человека даже, что у тебя на камере царапины, раз я покупаю другую камеру, делаю объявление с мейдером карты, чтобы снова деньги спиделось. Я думаю, что я сейчас линдзя взрыв ведет и я камеру установлю, она будет нормально снимать, как снимал первоначальник. Камеры мне пока не надо покупать новую, хватает того, что есть. Но мне нужна срочная палатка новая и деньги не хватает на организацию спала. Сейчас работает плохо, у меня совсем трудно все с финансами, по-самому это не в инфу крутить. Покупка палатки, то есть палатки и сплав очень плохо бивать. На данный момент у меня палатки нет. Вот, если есть такое желание помочь, давайте тогда лучше сделаем сбор не на камеру, а на палатку и на деньги, на то, чтобы выезжать на эти сплавы. У меня своей техники нет, да и было бы за все равно тяжело приехать, когда обратно все переградки погорялись в машину. Деньги нужны вот на то, что я сделала. Если у вас есть желание помочь, номер карты я оставлю здесь. Буду рад помощи. Всегда спасибо этим видео, кто помогал мне уже неоднократно в сборе на разные спорта аппаратов, видеокамеры. Все куплено на ваши деньги. Большое вам спасибо. И думаю, мы в этот раз становимся добровольцы, которые решатся мне помочь. Ну, а я обещаю в дальнейшем снимать интересное качественное видео с сплавами. И, кстати, если я люблю палатку, я вам ее покажу, как она выглядит и что это такое вообще. Да, я всем спасибо, что я хотел вам помогать. На рыбалку добирал все время футболки. На солнышке еще более-менее тепло. Но вот здесь в пени я залез в зимнюю курточку, не то что в кофту. Довольно прохладно. На ночь еще обещают дождь, даже ливневый. Ну, я в эту езебушку так доберусь, шалашку там, где я ночую. А ночью еще, да, половить рыбы и выспаться, умудриться на рыбалке надо мной. Так что ночью до какого-то определенного времени посижу. Потом ставлю будильник часов на пять. Если даже поймаю рыбу, не поймаю, не надо вернуться с рыбой, чтобы ее приготовить, если поймаю. А если не поймаю, там проблем поменьше уже было-то. Ну, надеюсь, в тот раз половили, ну как поклевало, что это были поклевки и заночки. Сегодня, ближе к вечеру, должны быть поклевки. Пока тишина, но это не пугает меня. Покажу, что я беру с тобой на обед зачастую. Ну, у меня, в принципе, ну то, что на весь расклад я сегодня пришел в обед сюда. Мне пристали только поужины. Утром позавтракать, я и дома позавтракаю. У меня вот такой банки каши вполне хватит на сегодняшний день. Один раз перекусить, где-нибудь часов в восемь вечера, и все. Каша перловая, но стоит дешево. С говядиной то, что пишут там. Конечно, там есть запах мяса, но в целом мяса там как такового нет. То, что нарисованы в куски мяса, это все лафли. Банка 340 грамм, но вполне такая подходящая, чтобы раз перекусить. Часто беру такие банки на фидер, на рыбалке. Но на сегодня ночью все равно перекусить надо. В принципе, дешево. Даже не грея. Беру с собой, допустим, с фидером. Костер зависит к чему. Плотно перекусить в какой-то момент приходится. И баночку с пару кусочками хлеба съешь. Запьешь кайком с термосом, допустим, без костра. И все. Считай супер. Перловая каша очень вкусная. Бывают разные, конечно, рисовые, гречневые. Ну, в какой-то раз решил попробовать перловую. Ну, самая любимая, наверное, рисовая. Рисовая вообще ничтях такая. Перловая не пробовал. Даже раз я попробую. Не знаю. Буду есть, скажу мнение. Если буду, конечно. У меня бывает такое, что я в прошлый раз еду брал с собой. Пару рис, пока домой шел съел, больше вообще не питался. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok не было такое что с прослойками где-то вот допустим есть маленько как сказать мясо аромат мяса где-то просто в данном момент пока я ем просто маленько пахнет мяском но в целом застая вот перло акаша и называется губернаторская перло акаша губернаторская по-домашнему ковядина конечно да и навести можно как-то баночку навернешь нормальный богат времени 10 часов вечера у меня остается только что проверить тонкий так они никакой не ценят насадить червей побольше пучки чтобы пока она собирается ложиться спать потому что все-таки меня выспаться попадется не попадется вот тоже пила техники не знаю от меня сейчас мало чего что зависит я конечно подержу еще пока спать не сильно охота послушаю тишину вдруг в этой тишине развенит долгожданный звоночек я бегаю на лименка но пока все печально звонков так и не было смена погоды все занесло ключами на улице кошмарно атмосфера те вещи его занес туда вот девушку я скажу проверить спальник растерю прямо здесь вот девушки буду держать уже тишину ночь подошла концу это выспался но дождей так никаких не было тем более ливнивых как обещали тишину что-то унесло на улице солнечно красиво погода как раз такая первомайская знаем мы конечно еще не смеется на время пока вот данный момент страшного нет вы хорошего ничего нету так как рыба не все мы никакая не поймалась назвать что-то смотаться замазать так ничего нигде не блякнула ну чтож моя рыбалка подошла концу трудно назвать рыбалкой рыбалка без рыбы все таки совсем рыбалка больше похоже на какой-то поход но если честно вряд ли я куда-то пойду уже потому что уже настроение пропало напрочь как правило хвататься на тебя дома ну и все в принципе выспался я выспался могу попасть все страшного нету спать не знаю если это выпуск увидеть россия выложу желание пока укладывать его нет и узкие ой частными и они бесят за своей частоты все пока встречи с вами и отчаянного подпольного рыбалка Субтитры создавал DimaTorzok